В общем-то никогда не думал, имея три высших образования, что я буду работать фактически как санитар, одновременно как психолог, одновременно как организатор, как сестра-хозяйка и так далее. И эти все качества человека, они становятся востребованы, потому что, а кто кроме тебя? Вот сейчас помощь нужна здесь и сейчас, конкретно. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас потихонечку, давайте. Вот так. Мне как бы сказали о том, что здесь нужны люди, нужно, чтобы они помогали бабушкам, дедушкам, инвалидам и так далее. А что конкретно, ну приходи, увидишь. Откуда вы приехали к нам? В Скаменке. Скажите, пожалуйста, как вам тут? Хорошо. Хорошо, да? Хорошо, да? Домой, наверное, хочется все равно, да? Домой хочется. Хочется. Ну, а зато тут, видите, у нас не стреляют хотя бы. Хоть тихо, спокойно, да? А там вот скажу, у меня сразу, я проеду, так и стрелять. Ну, сначала для меня, конечно, это было тяжело. Психологические какие-то моменты, барьеры. Это надо было перешагнуть. Это надо было как-то вообще, ну, даже внутри себя, да, вот осознать, что я это могу. Ну, надо попробовать это сделать, да. Надо попытаться помочь этому человеку. И вот день за днем, да. Будь-якій складнощі можна долати. Автоматично виконувати дії і не цікавитися подробицями. Бо іноді історії людей, яких евакуювали зі Сходу, просто шокують. А у вас там кто-то остался из родственников? Да, дочка и внук. Нет, я не звоню, не он меня не звонит. И они не звонят? Или они звонят? Есть люди, которых привозят, которых бросили родные, лежачих людей бросили родные. Вот поставили ведро воды і мешок сухарей. Квартиру закрили, уехали в Германию самі, в эвакуацию. Понимаєте? А волонтеры потом им рассказывають, соседі, о том, що така ситуація. І вони ломають дверь. Этих людей витаскивають на простынях, на чому получится, як їх вытащить із квартиры. Естественно, представьте їх состояние, как вони, ну... И они там и с пролежними, и как бы это все разъяте, как бы там, и фекалями, и мечой, понимаете? Здавалося б, за 8 месяцев існування центру «Океан Добра» можно было б звикнути до всього, якщо б тут працювали байдужі люди. Бази. 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 Такие судьбы проходят, что пропускаешь через себя. Бывают всякие люди, приходят, заберите куда-нибудь нашу мать. Это, конечно, взрыв возмущения. С другой стороны, не нам их судить. И те люди, которые родственники остаются под обстрелами, отправляют своих стариков. Ну, как я их могу судить? Спасибо, что отправляют. Все хорошо? А что такое? Вам холодно? Вы в платочке? Не холодно? Ноги торчат, а платочек чего? Может, вас на эту кровать повыше переложить? Привет. Мне хорошо. Сюда привезли, вы знаете, я просто радуюсь. В душу не радуюсь. Как здесь хорошо? Чисто, тепло. Кормят очень вкусно. Как на курорті. Олександр каже, саме тут починаешь розуміти зміст поняття милосердя. Через щоденне спілкування з цими людьми. И немилосердним буває лише швидкоплинный час. Открываешь паспорт человека, и смотришь фотографию, первая фотография, которая там в паспорте. Как правило, это женщина или мужчина средних лет, или даже молодой. И ты видишь, какое лицо. Как правило, по лицу можно многое сказать человеку. По его глазам. Казалось бы, фотографии на паспорт, они такие. Они очень или официальные, или с точки зрения человека неудачные. Но, как правило, глаза, они всегда остаются на фотографии живыми. И по ним сразу видно, что человек, например, мягкий, добрый, что он общительный, что ему интересно было жить и так далее. А вот теперь он лежит, и он ничего не может сделать. Ему больно, плохо, и никого нет рядом с ним, из тех людей, которому он когда-то был нужен. Понимаете? Это вдвойне трагедия. Ширий монолог Олександра продиктований глибоким співчуттям. Но продуктивным – это когда пытаешься сделать все для человека, все для того, чтобы вернуть ей обличчя. Эффект волонтерства Олександр пробовал на себе. Каже, не знаю, у який день, но просто перестав бояться цієї работы. Моем и горшки за людьми, вымываем. Моем самих людей, отмываем. Потому что есть люди, которые могут помыться, а которые не могут. И обычно людей, которых привозят волонтеры, это люди, которые не имели возможности как минимум несколько недель помыться. Проблема санитарии тут наиголовніша. Вчера же покупали вас, да? Да. Да, вчера Леночка покупала. Не пошла сегодня. Ой, спасибо, спасибо. Крова чистая, все хорошо. Понятно. До свидания. До свидания. Спасибо благотворительным фондам. Когда мы открылись, в кровати мы нашли все. Стол унитаза у нас всего два было. Люди чуть ли не дрались за них. По комнатам его бедных носили. Стол возле кровати – это стимулирование человека вставать с кровати, удобно пересаживаться. То есть он уже начинает двигаться, начинает видеть возможность и удобство. И начинает уже двигаться. И с каждым разом эти движения все лучше и лучше идут. Лучше будете прыгать, лучше будете гимнастикой заниматься. Правильно? Да, да. Меньше лежать. Правильно. Какое лежание? Когда первым к нам приехал француз Андрей, я помню, из организации «Хейпеч», и он нам первое, что дали, это нам сразу десять стульев туалетов, две коляски, ходунки. Это было просто… Это как клондайк. Кто застрял? Дедушка? Что такое? Подарунки центру явище не постійне. Тут завжди чогось не вистачає. Волонтери перекривають нестачу збільшенням уваги до кожного. Разворачиваемся. Разворачиваемся. Не бойтесь. А это, я вам хочу сказать, очень непросто. Люди обычные, здоровые сейчас. В этой ситуации во многом находятся в депрессивном состоянии. И что скрывать? Нам самим, тем же волонтерам, нередко нужна тоже психологическая помощь. И не только потому, что мы работаем с такими сложными, тяжелыми людьми, но и просто потому, что у нас тоже есть семьи, мы живем в этой же стране, в этих же реалях и так далее. Основное место работы Олександра Хоменка – Національный исторический музей имени Дмитра Яворницкого. Там он старший науковый споробетник отдела археологии. До войны начался новую науковую работу с улюбленной темой антропологии, то есть изучение природы людей. Это какая-то ирония доли для того, чтобы увидеть людей в наиболее экстремальной ситуации и не воспринимать их объектами вивчения. Просто быть рядом. Все последующие события, они говорят о том, что если вы думали, что вот это сложно, то вы ошибаетесь. Вот вам другая ситуация, еще более сложная. И попытайтесь в этом остаться человеком. И вот, мне кажется, это самое важное. То есть это, наверное, тот девиз сегодняшнего дня – останься человеком. Про фаховцев, мешканцев и волонтеров Центру «Океан Добра» дивиться далі. Ті, хто переглядає ці истории, могут сделать свой внесок у справу рятування людей. И нехай это будет крапля, но она увильняться в океан. Уси реквизиты Дніпровского Центра социальной адаптации эвакуированиях и людей с инвалидностью «Океан Добра» можно найти у социальных мережах. Там есть также вся информация про место, где люди рятуют людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова